Всем привет! Сегодня мы поговорим о будущем трансфере ЦСКА, а именно конкретно о первом почти состоящем трансфере Хесус Медина. Медина, воспитанник клуба Либертад 8 июля 2012 года в матче против Рубин Ньюой точнее Рубин Ньюой дегатировал в парагвайской примере. 21 февраля 2016 года в поединке против Депортивака 5 Медина забил свой первый гол за Либертад. В начале 2018 года Медина перешел в американский Нью-Йорк-Сити. 5 марта в матче против Спортинг Канзас-Сити он дегатировал в МЛС в этом же поединке Хесус забил свой первый гол за Нью-Йорк-Сити. Это как вы поняли прошлый послушный список в футбольной карьере. Однако именно переход в Нью-Йорк-Сити Хесус стал заметным футболистом. Также во время выступления за Нью-Йорк-Сити за ним очень любили следить с каунтом Манчестер-Сити. И да для справки 80% акции Нью-Йорк-Сити принадлежит Чит и Фатбал Грауп и всего 20% американской Нью-Йорк-Янки с баскетбольному клубу. Отсюда и слежка с каунтов Ман-Сити правда он так и не перешел в Манчестер-Сити так как вряд ли он бы пригодился Пепу Гвардиоли и плюс плотная конкуренция где Хесусу трудно было бы на что-то рассчитывать. То ли дело ЦСКА где после ухода Никола Влашича команде не хватает как раз креативщика. И до ЦСКА такой игрок достанется бесплатно что большой плюс после неудачи с трансфером Адельфа Гайча. И до летом ЦСКА не удалось договориться саму Костельеха и как по мне Хесус Медина ничем не уступает Костельеха. Да и по зарплатной видосмости Хесус обойдется дешевле. На какой позиции играет Медина? Хесус играет на позиции правого вингера хотя может сыграть и в центре и слева что большой плюс это приповед еще и вариативности. В нынешнем сезоне Хесус стал чемпионом МЛС выиграв с Нью-Йорком в финале плей-оффа у Портленда со счетом 1-2.1 по пенальти 4-2 в целом по сезону Медина. В среднем за 90 минут игра наносила 1,83 удар 1,01 в створ совершал 1,63 обводки за 3,0 попытки отдавал 40 передач с точностью 77% и принимал участие в создании 2,29 момента. Динамо вступал в 16 единоборств выигрывая 36% из них вот и вам кратко о его статистике. Главный вопрос остается вопрос адаптации тем не менее уверен что такой игрок еще за бесценок будет хорошим усилением для команды. Да и вряд ли Хесус соскучится в России так как в созднем Динамо выступает его соотечественник Фабиан Бальбуина. Что касается его выступления за сборной Парагвай в 2013 году в составе юношеской сборной Парагвая Медина принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Колумбии Эквадора Венесуэлы Перу Ругвая Бразилии и дважды Аргентины в поединках против колумбийцев, эквадорцев и перуанцев. Хесус забил 4 мяча. В 2015 году Медина принял участие в молодежном чемпионате Южной Америки в Уругвай. На турнире он принял участие в матчах против команд Колумбии Эквадора Боливии Аргентины Перу и Бразилии в поединке против боливийцев Хесус забил гол. В 2017 года Медина во второй раз принял участие в молодежном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Колумбии Чили, Бразилии и Эквадора в поединке против бразильцев Хесус сделал дубль. В 2017 году не задал года перехода в клуб МЛС Медина сыграл и свой единственный пока матч за первую национальную команду Парагвая. Он провел на поле около 10 минут в товарищеской встрече с Мексикой из Америки Хесус и приглашали только в олимпийскую сборную. Вот такие дела ребята пиши в комментарии что вы об этом думаете ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр и поздравляю вас с новым 2022 годом. Всем пока. Новый год 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 Продолжение следует...